Как запрограммировать квантовый кубит? Узнаем в этом видео. Все ответы в науке. Обычный компьютер способен выполнять задачи последовательно. Суперкомпьютеры же делают это одновременно и обрабатывают огромные массивы данных. Но квантовые компьютеры могут решать те задачи, с которыми не способны справиться даже самые мощные суперкомпьютеры современности. В чем же их отличие? Привычные нам компьютеры хранят информацию в двоичном коде, а наименьшей дни сохранения информация является бит. Он может принимать строго одно из двух значений – ноль или единица. Квантовые компьютеры работают иначе. Для решения любых алгоритмических задач они используют квантовые биты – кубиты. Кубит принимает значения ноль или единица лишь при выводе результата вычислений. До этого он принимает некоторые промежуточные значения, которые отображаются вероятностью. То есть кубит обладает свойством квантовой суперпозиции. Он находится во всех состояниях одновременно до тех пор, пока его не измерят. Для наглядности давайте рассмотрим следующий пример. Подкинем в воздух монетку. В полете она может быть в любом положении, но после приземления у нее два граничных состояния – это решка и орел. Находясь в суперпозиции, монетка не просто и орел, и решка. Она имеет две вполне стабильные и известные нам вероятности выпадения результатов. Хоть мы и не знаем, что нам выпадет, но мы можем повлиять на вероятность определенного исхода. В качестве кубита же используется любая частица, подчиняющаяся законам квантовой физики. Будь это электроны и их спин, или же фотоны и их поляризация. Именно благодаря кубитам, которые связаны между собой, квантовый компьютер может перебирать все варианты решения мгновенно. Если нам требуется запрограммировать некоторые символы на обычном компьютере, мы используем некоторый набор бит. И программируем мы, используя последовательность бит и операции над ними. В нашем же случае дело обстоит иначе. Получая кубит с некоторой вероятностью и складывая его, например, с еще одним, мы получим наиболее вероятный результат, который и будет получен при измерении. Для работы квантовых компьютеров требуются квантовые алгоритмы, которые основаны на вероятностном принципе. Внезапно рассмотрим несложный пример с трубами и водой. Соединяя трубы, мы можем видеть, что волны складываются различным образом. Будем подавать на вход потоки жидкости. Нас интересует, через какое отверстие вода будет течь с наибольшим усилием. Очевидно, если мы пустим одинаковые потоки, то наиболее вероятным будет самая нижняя отверстия. Но, изменяя длину труб, фазы столкновений и напор различных потоков, мы можем прийти к любому желаемому результату. Таким образом, квантовое программирование – это программирование на вероятности. Как и все квантовые системы, кубиты легко теряют задное состояние при взаимодействии с окружающей средой. Поэтому при работе с квантовыми компьютерами возникает немало трудностей. С помощью такого компьютера мы с легкостью сможем заниматься прогнозированием в любой сфере и даже создать искусственный интеллект. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok